Хвала Домогой! Украинские фанаты на хорватском языке благодарят Виду. Баннеры не вывесили во время воскресного матча Динамо. Одноименный флешмоб запустили пользователи Фейсбука. FIFA вынесла предупреждение Виде. Это прямая дискриминация. Верх наглости. Человек, который двумя словами привлек внимание мировой общественности к популярному национальному приветствию. Не любил игрока Домогой и Виду за постоянную дыру в динамовской защите. Но сегодня хочу поддержать человека Домогой и Виду. Киевляне на слова виды и решения FIFA реагируют по-разному. Красавчик, красавчик, уважение. За что? Немало права. А что тут такое? Что он прославляет другую державу? То есть ничего такого страшного не имеет. Я считаю, что спорт и политика должны быть раздельными вещами. И между собой не перестекаться никак. Это дурница, а он правильно все сказал. Ну, мне товарищ так сказал, да. Мне кажется, что все нормально. Я не фанат футбола. Разделились мнения и у болельщиков. Футбольный журналист Артем Франков Виду поддерживает. Но говорит, что FIFA борется со всеми политическими акциями в футболе. То есть мы-то восприняли это как такой качественный троллинг сборной хозяев. Я думаю, что какой-то разговор между российской стороной и FIFA по этому поводу имел место быть. И, собственно, FIFA какую-то формальную реакцию по этому поводу предъявила в виде предупреждения в виде. Если бы Вида сказал «Слава Украине» после матча, допустим, с Данией, это вообще бы никто не заметил. А вот фанаты «Динамо» считают, что на FIFA влияет Россия. А в словах Вида политики нет. Я со своими друзьями, с друзьями из других стран. Витаюсь «Слава Украине» и героям «Слава». Для Украины, украинцев и друзей Украины это нормально. Если они вбачают в этом образе России, то это еще раз подкресляет то, что они співпрацуют или находятся под впливом Российской Федерации. Последние пять лет Вида выступал за киевское «Динамо». Забил больше сотни голов и поэтому имеет полное право благодарить Украину. Так считает Украинская Федерация футбола. Президент Андрей Павелко написал, здесь у него много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им. Юлия Двоз, Юрий Комаров. Настоящее время.